Приветики! Этот выпуск я хотел снять с самого начала года, с тех пор, как узнал, что эта тема будет у нас на обзоре. Но все мне говорили, нет, Глеб, подожди, еще не время, подожди весны, когда прорастет трава. И вот трава-мурава уже проросла, и значит, для газонокосилок настало самое время. Просто полюбуйтесь на них. Как по мне, каждое это отдельное произведение искусства. Может быть, я предвзят, потому что я фанат всяческих технических новинок и в хорошем смысле слова взрослых игрушек. Вот скажите мне, кто представлял себе такую картину? Мальчик на велосипеде кидает газету прямо к вашему крыльцу, у вас дом из белого дерева и гладко выстриженный идеальный газон. Но не стоит заблуждаться, думая, что ровненькая травка появится у вас во дворе сама по себе. Это тяжкий и практически каждодневный труд. И главное, не стоит сокрушаться по поводу, что газоны и газонокосилки – это что-то элитарное и недоступное. Здесь ситуация примерно такая же, как на автомобильном рынке или на рынке смартфонов. Есть разные сегменты, есть разные задачи и есть разные наборы опций или плюшек, которые могут оказаться полезными или бесполезными. Давайте разбираться обо всем поподробнее. Выбор газонокосилки я бы начинал с определения ее размера. Здесь, как не банально это звучит, размер важен, потому что основной характеристикой газонокосилок является ширина скашивания. Соответственно, шире нож, больше мощность, больше размер. И, казалось бы, все просто. Берем сразу большую, быстрее все покосим и сразу же пойдем заниматься другими приятными делами на нашем участке. Но более компактные газонокосилки с меньшей шириной скашивания обеспечивают большую маневренность, скажем, между плодовых деревьев или садовых дорожек, да и в цене они куда поприятнее. Следующий – это тип привода. Я не стану вам долго рассказывать про механические или ручные. По сути, это нож на колесиках. Но подробно поговорим про электрические и бензиновые. Электрические. Причиной выбора такого типа газонокосилок является два фактора. Наличие постоянного напряжения у вас на участке и размеры самого участка или же газона. Потому что бегать с проводом за 3-9 земель, сами понимаете, не так уж и удобно. Маленькая ремарка по поводу кабеля. При работе с проводными газонокосилками специалисты рекомендуют двигаться зигзагами, а не прокашивать одну полосу, разворачиваться и двигаться в обратном направлении. Потому что при таком использовании газонокосилка легко может наехать на кабель и ножом его перебить. А если вы уже вкусились в свободу передвижений или постоянного напряжения на вашем участке не наблюдается, то ваш выбор – электрические аккумуляторные либо бензиновые газонокосилки. Цена таких значительно выше, но понимаешь, за что платишь. Часто именно в таких присутствует функция самостоятельного передвижения, по аналогии с педалью газа у автомобилей. Зажал газ и газонокосилка едет. Да, кстати, для кого-то может это стать сюрпризом, но все вышеперечисленные варианты нужно было толкать самостоятельно. Вес их, конечно, небольшой, сравним с детской коляской, но все-таки это так. С основными критериями мы закончили, перейдем к дополнительным. Плюшки. Регулировка по высоте. Вот здесь вот у нас ручка, которая дает нам возможность регулировать нашу газонокосилку в семи положениях. Соответственно, от этого увеличивается или уменьшается высота вашего газона. Далее – бак или травосборник. У отдельных газонокосилок, их сейчас меньшинство, есть выброс травы в сторону, которую потом нужно собирать. Это, по сути, рудимент. У большинства представленных сейчас на рынке моделей есть этот бак. Снимается он очень просто, очищается. Переработанная трава либо идет в помойку, либо используется как удобрение в виде компоста. На моделях с пластиковым баком существует вот такой вот флажок, который показывает нам заполнилась нашего бака. Когда бак еще не полный, он колышется. А когда бак полный, то попросту закрыт. И напоследок крутая современная функция – мульчирование. Что это значит? С помощью специальной заглушки, которая вставляется вот сюда, вместо бака, наша перемолотая трава отправляется обратно на нож. То есть она там крутится постоянно. Скошенная мелко порубленная в пыль трава оседает на земле, хорошо усваивается и благоприятствует вашему газону. Уход за участком и его мягким покрытием – это такая же работа. Поэтому для этой работы выберите себе правильный инструмент. Чем лучше инструмент вы выберете, тем больше вам времени останется на самое главное – на отдых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!